всем привет меня зовут хэлла я рада приветствовать вас на своем канале как вы помните в прошлых видео я посадила терненцию на нерест забегая сразу скажу то что терненция нет нерестилась и я ее посадила в кубик для того чтобы подготовить ее к нересту следующему а на ее место посадила данью данью вот нерестилась все замечательно икра в порядке сейчас мы ждем выклева личиночки и далее но кубик занят и я увидел в общем аквариуме цихлиду у которой полный рот мальков куда их всех сажать я не знаю давайте что-нибудь придумывать вместе так как мне очень жаль отпускать подготовленную терненцию в общий аквариум я решила с такой плошечки подготовить некое подобие нерестовика с горем пополам я нашла дополнительный камушек сейчас будем собирать так чтобы аэрация оставалась как здесь то есть в нерестовике а также там где у нас находятся икринки собрала эту конструкцию через разветвлитель и подсоединила компрессор кстати говоря работает он очень тихо и сейчас мы будем собирать здесь нерестовик сеточка у меня осталась также я планировала переделать но пока будем пользоваться тем то что есть крепится она кстати говоря как оказалось очень удобно здесь даже не нужно будет прорабатывать скотчем чтобы она держалась вылавливаем все интернете не закрываем крышечкой правда крышечка не от этой площадке ничего страшного так как это мой первый опыт работы с циклидами я проштудировала весь интернет и там было четко сказано то что осмосная вода не подойдет нужно набирать ту воду в которой жили родители поэтому вот таким вот через трубочку откачиваем воду сверху для того чтобы потом заполнить ее в аквариум признаюсь честно то что вот данная манипуляция для меня было крайне сложно потому что я старалась делать все максимально осторожно чтобы не навредить не рыбки не малькам и очень страшно было но у меня получилось смотрите сколько их как говорится глаза боятся руки делают вот таким вот макаром потихонечку аккуратно может быть я и затяну этот процесс но я старалась сделать все максимально комфортно для рыбки обязательно проверяем все ли мы достали всех ли выпустила морков и только после этого рыбку отпускаем высвояйся теперь она сможет спокойно кушать спокойно перемещаться по аквариуму и не будут гонять другие самцы и рыбки и не смогут ее забить потому что она сможет и ответить и покушать и набраться сил остается очень главный вопрос чем же их кормить некоторые пишут то что так как рыбка все-таки подбирает небольшое количество корма они питаются у нее во рту тем кормом которым я кормлю взрослую рыбу поэтому нужно измельчать и давать им а кто-то говорит нужно обязательно артемию если вы знаете правильный вариант пожалуйста пишите в комментарии я буду очень благодарна ну а теперь из этой плошечки мы выливаем их аккуратненько в аквариум где находится уже подготовленная вода то есть это вода из общего аквариума где находился родитель то есть мамочка надеюсь я все сделала правильно если нет пишите в комментарии я обязательно воспользуюсь вашими советами потому что для меня это первый опыт и я очень хочу их вырастить надеюсь мне все получится я надеюсь этот ролик вам понравилось поэтому жмякайте колокольчик чтобы не пропустить следующие ролики до новых встреч пока пока